Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Собран запас продуктов, медикаментов, определены в пункты эвакуации. В Затоне объявили уровень повышенной готовности. Инвестиции в Белокуриху и расширение Чуйского тракта. Итоги дня на Петербургском международном экономическом форуме. Ученые рассказали, ждать ли нашествия комаров этим летом. Всего 20 сантиметров остается до критического уровня воды в Аби. Напомним, на этой неделе большая вода подтопила несколько населенных пунктов. Это поселок Поливодка, Усть-Черыш, а также микрорайон Затон в Барнауле. Уровень воды в Аби сейчас достиг отметки в 540 сантиметров. А сегодня в Затоне ввели режим повышенной готовности. У некоторых жителей начало затапливать огород и подвалы. При том, что недавно темпы роста уровня воды в Аби начинали снижаться. Насколько серьезен ущерб и чего ждать дальше от реки, выяснял Данил Кузнецов. Сегодня в Затоне из-за паводка ввели режим повышенной готовности. Вода достигла отметки в 540 сантиметров, когда для микрорайона критический уровень 560. Всего за два дня прибавилось около 19 сантиметров. Поэтому отдельные кусочки девяти земельных участков и часть дороги уже подтоплены. Людмила Клочкова это прочувствовала на себе, просто выйдя во двор утром. Видите, перцы затопило, капусту затопило, морковь уже подтапливает. Большинство воды прибыло за ночь. По ее словам, вода есть даже в погребе. Однако в доме пока сухо. Хозяйка рассказывает, что уже привыкла к этому, поскольку это одна из самых низких и далеких точек Затона, куда паводок стремится в первую очередь. Мы никуда не планируем. Вот, на второй этаж, на крышу. У нас козы на крыше в 2014 году, и мы на крыше были. Вот тогда МЧСники ездили, воду привозили, какие-то продукты были. Из-за того, что подтопление пока что не серьезное, люди не торопятся эвакуироваться. Также на месте остается и домашний скот. Несмотря на небольшие подтопления, бдительность не помешает. Поэтому жители полагаются не только на информационные стенды с регулярно обновляющейся информацией, но и на собственные ориентиры. Вчера там у нас пенек, мы по нему ориентировались. Сегодня уже, наверное, на полметра от этого пенька. Ну, видать, значит, это... Посмотрю, сейчас пойду в погребе. Наверное, там уже вода. Сейчас ситуация остается до конца непонятной, так как вода прибывает неравномерно. Но жители, исходя из опыта, считают, что дальнейшего затопления секторов можно не ждать. Однако Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует повышение уровня реки вплоть до 580 сантиметров в период с 17 по 20 июня. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Два важнейших соглашения только за один день работы подписал губернатор края Виктор Томенко на Петербургском международном экономическом форуме. И оба они касаются развития туризма в регионе на федеральном уровне. Инвесторы из Тюмени построят в Белокурихе новый гостинично-оздоровительный комплекс. Еще одно соглашение касается договоренностей с губернаторами Республики Алтай и Новосибирской области о создании маршрута «Чуйский тракт». Подробнее в сюжете. Алтайский край становится все притягательнее для туристов со всей России. Его уже называют вторым Сочи. Он быстро движется в этом направлении. Федеральная задача – превратить регион в главный оздоровительный курорт страны. Для губернатора Виктора Томенко важно, чтобы развитие туризма способствовало качеству жизни населения. Только в прошлом году туризм принес в бюджет региона 2 миллиарда рублей. На эти средства можно, к примеру, построить две новых школы или пять мостов. Очередные инвестиции придут в регион после подписания соглашения с тюменской компанией «Сибентел Холдинг». В Белокурихе они построят отель с превентивной медициной, минеральным бассейном, СПА-процедурами. Объем инвестиций, по крайней мере, пока, так предварительно мы оцениваем, порядка двух миллиардов рублей. За Уралом Белокуриха – это единственный город-курорт федерального значения. Сегодня количество отдыхающих у нас уже перевалило за 300 тысяч ежегодно, которые его посещают. Мы будем двигаться в реализации этих проектов. Очень рады, что наши партнеры, инвесторы проявили такой интерес. Настало время, когда мы свои компетенции, 33 года в бизнесе, сможем реализовать в таком намоленном месте, месте силы Алтайский край, где очень сильная команда, где очень серьезная, продуманная инфраструктура для инвесторов и где есть уже возможности возведения объектов класса пять звезд. В новый отель наш регион не вкладывает деньги, но часть прибыли от него пойдет в бюджет края, да и новыми рабочими местами люди будут обеспечены. Еще один важный проект, необходимый нашим жителям – Чуйский тракт. В его развитии будут участвовать сразу три региона – Алтайский край, Республика Алтай и Новосибирская область. Дорогу, которая входит в десятку самых красивых по версии National Geographic, необходимо расширять. Нам нужно расширение. У нас выходные, когда к нам приезжают гости из Алтайского края, из Новосибирской области, из других регионов, у нас трафик с четверга по пятницу. На территории нашего края 12 километров дороги уже расширено до четырех полос. К 35-му году планируется расширение на всей протяженности трассы в регионе, но, по словам Виктора Томенко, хочется это сделать быстрее. Сегодня трафик достаточно серьезный, примерно 20 тысяч машин в сутки проходит, а там, где ближе к нашим большим городам, объектам экономики до 50 тысяч в сутки машин, то есть нагрузка очень большая. И для экономики, и для социальной сферы сегодня людей, живущих в наших регионах, это будет очень важно. Ну, а для туристского маршрута тем более. Полностью обновленной дорогой жители региона смогут пользоваться долгие годы, должны исчезнуть пробки и сократиться число аварий. Туризм, по мнению многих экспертов, настоящая неиссякаемая чаша региона. Новые инвестиционные проекты будут пополнять бюджет и улучшать жизнь людей. Татьяна Голубева, День Столком. Крупный пожар заметили в Барнаульце накануне. На ВРЗ вспыхнул ветхий двухэтажный дом. Площадь возгорания составила 140 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. По счастливой случайности, накануне дом расселили. Пожарных вызвали прохожие и эмоционально наблюдали за ходом спасательной операции. Огонь локализовали за час. По предварительной оценке сотрудников МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Но жители ВРЗ больше склонны верить в умышленный поджог. Помните историю о том, что в Барнауле появятся собственные трамваи? Так вот, кузов будущего барнаульского трамвая уже начали собирать. Об этом сообщили в мэрии. Там же пояснили. Конструкторы изменили дизайн. Он стал более лаконичным. В вагоне предусмотрены три зоны для размещения пассажиров, в том числе для маломобильных граждан. Отмечается, что вопросы с поставщиками комплектующих уже решены. Работу над первым вагоном планируют завершить в первом квартале 2024 года. При выходе на полную загрузку новое предприятие сможет производить 10-12 трамваев в год. И к другой теме. В Белокурихе обсудили, как коронавирус повлиял на работу ресторанного бизнеса в Алтайском крае. Такие выводы смело можно делать сегодня, когда с момента пандемии прошло уже больше трех лет. Общепит здорово лихорадила во время ковидных ограничений. Но, как это ни странно, рестораторы находят и плюсы, которые оставил после себя ковид. Все это обсудили на встрече клуба «Время трендов». Это проект сибирской медиагруппы. Смотрим. 11 марта 2020 года. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Это время помнит каждый. И в том числе сфера ресторанного бизнеса. Тяжелый этап жизни общепита. Система кваркодов, ограниченное количество гостей в зале, падение выручки почти до 90%. Тогда ресторанные управляющие испытывали настоящий страх. Было настолько плохо и тяжело. Хотелось работать. Не с кем работать. Было страшно. Мы выходили на улицы. И просто пустые улицы. Несмотря на тяжелое время, рестораны все-таки вернулись к жизни. Под все ограничения старались максимально подстраиваться. Масочный режим, антисептики и не только. Но даже проблемы вносят позитивные изменения. Огромнейший плюс управляющие ресторанами нашли в летних террасах. Они начали появляться, когда в залах нельзя было находиться гостям. На сегодняшний день летняя кухня важна для ресторанов. Колоссальное снижение выручек только за счет того, что у тебя при хорошем ресторане нет летних террас. Также за округлым столом обсудили еще пару тем. Гости становятся более требовательны к еде. И поварам сложнее их удивить. Поэтому многие рестораны в Белокурихе начинают выращивать свою продукцию. Этим и подкупая гостей. Когда ты заказываешь какой-то либо продукт, ты неизвестно времени, сколько он до вас едет. И где он у вас там едет. То есть мы, как сказать, удивляем или хотим-хотим удивить. И в данный момент мы разрабатываем новое меню, где будет меню чисто, ну чисто, если скажу совру, конечно, но на процентов 80 нашего продукта. Большое внимание уделено и сервису, чтобы в ресторане гость не только поел, но и обратил внимание на украшение зала, музыкальное сопровождение и общую атмосферу. Но при этом рестораны сохраняют основную свою деятельность. Все главное, что вообще человек должен в астрономическом заведении попробовать на тарелке. То есть вот эти все там букетики, салфеточки, вот это вот все, там текстиль, это уже, ну так считается, как бы такая история. Конечно, здесь эта тенденция, я уверена, что она придет. Подводя итоги, рестораторы отметили, что ковидный год принес много проблем, но и чему-то все-таки и научил. Сегодня эта сфера возвращается в привычный всем облик. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Ученые предупредили, что Алтайский край может ждать нашествия комаров. Сегодня в регионе создается благоприятная среда для активного размножения кровососущих, говорят биологи. У нас уже начали разливаться заливные луга, и, соответственно, жизненный цикл комара связан очень тесно с водой. И глубина, длительность наличия самих этих водоемов будет определяться на то, насколько много у нас этих комаров будет. Пока мои прогнозы, что комары будут. Еще один фактор – температура. В тепле их рождаемость возрастает. Кстати, истинными любителями крови являются исключительно самки. Чтобы уменьшить их количество у себя на даче или в частном доме, эксперт советует обработать стены и забор, скосить траву и отказаться от емкости с водой. Свой храм души следует обрабатывать с осторожностью. Конечно, вас любят люди народную медицину. Но вот научно доказанных фактов того, что вы себя больете каким-то эфирным маслом, их нет. Можно, конечно, думать, что запах будет отбивать желание вас есть, но это не так. Поэтому берите химически проверенные вещества. И помните, что когда вы обрабатываете себя от комаров, любым репеллентом он не должен попадать на вашу кожу. Все-таки мы обрабатываем одежду. Более тысячи детей из 46 территорий приехали в Бейск на 22-е малые дельфийские игры. В Наукограде они проводятся впервые. Мой коллега Данил Кузнецов продолжит. Традиция с парадом населенных пунктов на первый взгляд напоминает Олимпиаду. Однако вместо спортсменов здесь выступает артистичная молодежь. А стадионом для них служит Петровский бульвар в Бейске. В Наукограде малые дельфийские игры проводят впервые. Ну, это конкурсное условие. Мы до этого пробовали, заявлялись. Но в этом году удача нам, что называется, повернулась лицом. И мы получили почетное право принять дельфийские игры. К играм готовились участники не только с нашего региона. В Наукоград приехала делегация из славяно-сербского района Луганской народной республики. Им предстоит показать свое мастерство в двух номинациях игр. Также они выступили с хореографическим номером в церемонии открытия. Номер называется «Я убит под Ржевом». Патриотическая постановка. Ну, идея. Тут, получается, рассказывается о людях, которые погибли под Ржевом. Ну вот, зарисовка у нас это в танце. Помимо танцев были и номера от организаторов. Они затронули историю Наукограда, вспомнив, как Петр Первый отдал приказ о возведении города. Эти выступления посвящены дню рождения Бийска, которая будет 18 июня. По этому поводу приветственные слова участникам направил и губернатор края. А еще, дельфийские игры станут частью праздника дня города Бийска, которому в этом году исполняется 314 лет. Поэтому, кроме состязаний, участников ждет насыщенная экскурсионная программа, которая познакомит гостей с историями и достопримечательностями Бийска. Однако, экскурсии, которые проводит Наукоград, это лишь приятное дополнение. Главной изюминкой, конечно, остаются выступления в 13 номинациях. Они здесь на любой вкус, от зажигательного эстрадного пения и до медленных бальных танцев. Какие эмоции? Невероятные на самом деле. У меня мурашки по коже практически от каждого номера. Я гиперэмоциональный человек сам по себе, но я считаю, что здесь каждый испытывает только положительные эмоции. Восторг невероятный. На память, кстати, все участники и зрители могли оставить пожелания на следующий год или просто поблагодарить организаторов и коллективы. Мы сейчас оставляем свой след в истории дельфийских игр. Что вы написали? Я люблю Визави. Малые дельфийские игры в Бийске можно смело отнести к одним из самых массовых, которые проходили за 22 года. В общей сложности в них принимает участие более тысячи человек с 46 территорий. Данил Кузнецов, День с толком. К нему приезжают из Крыма и Подмосковья, а те, кто хотя бы раз находился в руках Андрея Олейникова, возвращаются снова. Доктор-невролог уже больше 30 лет помогает людям лечить болезни позвоночника и суставов. А еще он автор нескольких новых методов лечения неврологических заболеваний. Накануне Дня медицинского работника наша съемочная группа встретилась с уникальным врачом. Пациент поступил на 9 лет назад. Дорогой Василий? Да. 9 лет назад. Выраженный был сколиоз. Сколиоз с детства, потом добавился и остеохондроз. Поддерживающая терапия, которую назначил доктора Лейников, помогает Ольге хорошо себя чувствовать. Уже будучи жительницей Севастополя, она периодически приезжает на лечение в вертиброневрологический центр. Вместе с дочерью, у которой тоже есть проблемы с позвоночником. У него очень наметан глаз. Он смотрит на человека и кажется, что он его уже прочитал. Что у него, как у него. Он уже очень быстро заставляет терапию и видит, что нужно. Стол массажный, растяжение позвоночника, плюс ручной массаж, то есть периодически комбинирует. И озонотерапия, конечно. Озонотерапия – один из методов лечения неврологических заболеваний, который внедрил Лейников. Коллеги говорят, метод не требует больших затрат. Он эффективный и быстрый. Это введение газа в биологически активные точки, в принципе, как один из вариантов рефлексотерапии, с очень таким многопрофильным действием. Благодаря этому, во-первых, заметно улучшается микроциркуляция, а там, где есть кровообращение, там всегда гораздо лучше идет репаративный восстановительный процесс. Ну, а кроме того, конечно, это и обезболивание, ведь большинство наших пациентов с проблемами позвоночника – это боль на первом месте. Утро каждого дня в центре начинается одинаково. Очередь из пациентов на прием к Андрею Олейникову. Даже в процессе съемок он не просто общался с нами, а принимал людей, давал рекомендации. Вертеброневрологический центр Олейников, который свою специализацию выбрал еще студентом, организовал в 2003-м на базе санатория Барнаульский. Ехали люди отовсюду с болезнями суставов и позвоночника, позже центр переехал в 4-ю горбольницу. Поток пациентов продолжал расти. К сожалению, к нам легкие больные не приходят. К нам приходят те больные, которые уже полечились, полечилась, эффекта от лечения нет, они приходят к нам, и нам приходится пациентов действительно восстанавливать, реабилитировать. Один из таких – бывший шахтер Сергей Казанцев. Из Подмосковья два года его беспокоила грыжа позвоночника. Были сильные боли, пока не приехал по рекомендации Калейникову. На снимке видно даже вот такие грыжи, три штуки. И он вот-вот нарисовал и расписал крестики. Вот у вас, вот это, вот это, из-за чего болеете. И сразу отправил меня на НРТ. Ну, и прошел, а потом, говорит, корсет купите, тросточку. И упражнение в корсете делаю. Лежа на кровати. Доктор замечательный. Просто замечательный. Объясняю все подробное исключительно, чтобы до человека доходило. Доктор Калейников очень доволен, что на базе центра студенты кафедры медицинского вуза знакомятся с тем, как проводить медицинскую реабилитацию, как восстанавливать больных. Все на практике. Гордится и методическими пособиями, которые написал совместно с другими врачами, тоже по реабилитации. А еще он эксперт по мануальной терапии. Говорит, работа занимает почти все время. Но раз взялся когда-то помогать людям, останавливаться не планирует. Я могу себя, может быть, назвать счастливым человеком. Все, что я хотел, все, что я хотел, я внедрил. Все, что я хотел, я создал. Все, что хотел, я написал. И очень хорошо, когда у тебя есть ученики, когда есть последователи, есть кому передать. Но я считаю, что это самое важное в жизни. Татьяна Голубева, Данил Кузнецов. День с толком. Эскизы спектаклей готовят в Молодежном театре Алтая. Молодые режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска создадут наброски спектаклей по повестям Петровского времени. Это малоизвестные произведения, которые обычно не ставят в театре, а в Молодежном решили с ними поработать. Посмотреть эскизы можно будет уже завтра. Подробнее в сюжете. Пооружившись охотничьим ружьем, пошел королевич при Великой горе, и там увидел превеликий дом. Охотничье ружье, обычная палка, головы чудища, маски, которые остались с прошлых спектаклей. В дело идет все, что попалось под руку. В Молодежном театре работает творческая лаборатория «Жили-были». Она состоится при поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры. Молодые режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска меньше чем за неделю создадут эскизы спектаклей по повестям Петровских времен. Сейчас на сцене идет репетиция эскиза Игоря Лебедева. Из предложенных театром повестей он выбрал повесть о немецком королевиче Архелабане. Мне казалось, что там есть очень важная тема, касающаяся сегодняшнего дня. И тема очень недетская, несмотря на то, что лаборатория у нас называется лаборатория детской русской сказки, тема совсем не детская, просто о человеческой жестокости, чего очень много в этих повестях. В это же время на других площадках тоже репетируют. Прямо в вестибюле театра над эскизом работает Дарья Камошина, молодой режиссер из Санкт-Петербурга. Она выбрала сказ о немецком королевиче. Здесь есть прекрасная принцесса, матрос, который ее спасает, пираты, приключения, все, что может заинтересовать детей. Сценарий, конечно, был написан заранее. Пришлось переработать язык оригинального текста. Он тяжелый и непонятный для современного читателя. То есть я сделала базу, набросала структуру, разобралась с текстом, пришлось перерабатывать его, инсценировку писать, несколько вариантов было. И сейчас мы по-хорошему хулиганим. Я бы назвала это не репетицией, а такое хулиганство. В другом зале Ярослав Коклюнов работает над сказом об Александре, российском дворянине. У всех на слуху, естественно, колобок, лисичка со скалочкой, там, я не знаю, волк и семеро козлят. А повести вот эти, это такой очень редчайший, скажем так, материал. Вот поэтому мы решили, что почему бы не попробовать с ним поработать. Посмотреть эскизы можно будет уже завтра. Для этого необходимо зарегистрироваться на показ на сайте театра. Эскиз, который завоюет любовь зрителей, актеров и сотрудников театра, станет полноценным спектаклем и войдет в репертуар театра в следующем сезоне. Алена Николаева, Владислав Ковалев, День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok